Всем привет, с вами Тома, мы начинаем стрим, третий уже стрим по новому дополнению Get Famous, путь к славе, который у нас выходит уже сегодня, пятница 16 ноября, где-то в 19, ой, в 9 вечера, точнее в 21, должна начаться, должен начаться уже общий доступ, вот большое спасибо за ранний доступ к компании Electronic Arts и их программе Game Changers, я ребятам таки пока не перестроила домик, потому что я сегодня записывала The Sims Mobile и, в общем, времени на домик у меня не было, поэтому я думаю, что домиком... Хары спать там, а? Спит он там. Домиком мы, наверное, я, наверное, займусь уже потом попозже, и я таки думаю, что мы с вами продолжим потом стримить данный, не знаю, проект Let's Play, потому что мы еще мало чего посмотрели, на самом деле, вот, я не знаю пока в каком, как я их впишу в график стримов, и, ну, короче, я думаю, что к тому времени, как мы к ним вернемся, я уже перестрою тут все на свете, и мы сейчас, наверное, так, у тебя выходной, пардоните, у него выходной сегодня, у этой мадам все время выходной, но мы можем позвонить и узнать, какие прослушивания у нас есть, да, на что мы можем записаться. Гитару не хочу, соленую пену мы уже с вами делали, существа из фиолетового леса, третий уровень навыка на гитаре, да что же со своей гитарой, не хочу гитару учить, детство толстопятка, третий уровень навыка механики, это у нас вообще никак, клиническая жизнь, второй уровень навыки комедии, скобяная лавка Владислауса, второй уровень навыка механики, приключения в мертвом море, третий уровень навыка фитнеса, и дикое пламя, третий уровень навыка комедии, а кто бы я еще помнила, сколько у меня навыка комедии, Ну что, может, клиническую жизнь попробовать? Потому что второй уровень комедии мы всякой возьмем, даже если у нас его пока нет. Вот насчет третьего уровня я не уверена. Но вообще, судя по всему, актеру надо качать еще и механику, и вот что-то гитару. Прям тут куча всего требуется. Не хотела я качать гитару, но... Скобиная лавка Владислава. Забава какая. Ну давайте клиническую жизнь попробуем. Ее мы еще не пробовали. Вообще нам надо брать уже более продвинутые, которые, видите, не 400... Точнее, не 150, а 470 по зарплате. Или приключения на Мертвом море. Но это опять будет Мертвом море. Давайте попробуем клиническую жизнь. Для разнообразия. Жизнь тут вон! Ну в смысле, мы можем брать уже более дорогостоящие... Давайте продадим все вот эти наши фотки. Более дорогостоящие... Работы. Продать издателям. Все, продали. И давайте вот мужика продадим. Ммм, плаши на рынок. Можем съездить? Давайте, наверное, съездим. И у Изи тоже багаж почищуешь. Ты уже с зеркалом там стоишь, беседуешь? Ну и... Хтоп сомневался. Значит, нам надо прокачать комедию. Всем привет, кстати. Я не помню, выздоровалась я или нет. У тебя комедия хоть сколько-нибудь есть? А, ну почти второй уровень. Можно было бы и третий взять. Ну ладно. Мы сегодня вроде хотели немножко отдохнуть, потому что... Что ты там ел? Не ел? Не ел. Ел, но не полностью. Давайте мы тогда перекусим, наверное. Нет, перекуси что-нибудь. Приготовить грандиозный ужин. А... Быстрый перекусить. Смотрю в одно место, клику на другое. Короче, нас сегодня в 7 вечера должны по телевизору показывать церемония. События. Старлайт. Церемония. Студия. Фиг знает, что такое. Ну, короче... Я не знаю, где нам надо быть в это время. Надо ли нам где-то быть. Но сегодня, в общем, итоги первой недели подводят. И мы могем там это самое. Давайте все это продадим. Просто все. А, ты уже... Он не может продавать коллекционеру и одновременно есть. Это сильное. Привет, привет. Можно делать в уху в деньгах? Можно делать. Только у нас денег пока мало и в уху делать не с кем. Так-то можно. Все можно. Чтобы, кстати, качать комедию, можно... О, ты решила что-то помыть или ты посуду... О, помой еще и вот эту штуку, пожалуйста. Она что-то грязная уже. Вообще. Тут ничего не засорилось. Больше ничего почистить нигде не надо, раз вы нас занялись. Короче. Сейчас съездим тогда, посмотрим на Болшин рынок. Вот. Микрофоном можно пользоваться. Может, я тебе взять быструю уборку? Я обычно в 7-7 беру, потому что... Как бы 735. Где она? Потому что долгая уборка меня раздражает. Честно. Давайте мы возьмем быструю уборку. Да. Вот. Тут, кстати, есть новый отличный рассказчик. Могут лучше рассказывать увлекательные истории. Я думаю, ей это понадобится. Что тебе еще можно связанное с тобой взять? Даже не знаю. Но пока мы возьмем быструю уборку, потому что... Долгая уборка меня раздражает. Вы не представляете, как вот это они там полтора часа стоят и трут, натирают. Так. Все продаваем. Все, что нам надо уже с этими фотками сделали. Остальные можно просто... Я не знаю, почему нельзя всю пачку продать и сдать. Только по одной штуке можно. Мы все, что нам надо, вывесили уже в этом самом. У Джуни первой комнате, чтобы мы ее нащелкали. Поэтому сейчас все остальное просто... Как мы это самое... На фотках... Правильно, убирайся на мои тарелки. Славу на фотках-то поднимаем. Наверное. Сложно сказать. Он такой вздохнул. Устал я что-то фотки продавать. Все, камеру мы продавать издателю не будем. Ну что, возьмите себе свой мегапланшет. Давайте отправимся, пока они тут не уселись за свои компьютеры. Давайте... Нет, давайте мы отправимся за Джунипер. В Венесу еще пригласим. А то она что-то грустняшка там была в последнее время. Вот. И съездим на блошиный рынок. Посмотрим, что там как. Талян, привет. Ничего страшного. Я сама не то, чтобы сильно успела. Так, где у нас... Теперь городов такой. Господи, сколько городов такой. Вот Дель Соль Велле. Но нам нужно Сан-Мишуно. Сегодня мы едем в Сан-Мишуно. Причем вот сюда. Как дела-дела. Ок, ничего не успеваю. Так, норм. Кто? Есть Изи тут в мобайле. Он модельер, а тут. Руби, привет. Рассказываю для тебя и для тех, кто к нам подключился сегодня. Изи был персонажем NPC, созданным разработчиками. Он был без дома. Просто жил в городе. Но, несмотря на то, что он был бездомный, у него была карьера. Мы его... С ним подружились. Причем это было непросто. Мы только к середине второго стрима с ним смогли подружиться. Вот. И... Мы его пригласили жить вместе с нами. И оказалось, что он по работе стилист. Причем у него уже достаточно раскачанная карьера. У него уже аж шестой уровень стилиста. В смысле, ну, навык, работа называется «Законодатель моды». Шестой уровень из десяти у него уже. И он немножко не дотягивает по уровням. Нам надо будет его подтягивать. Вот. Ну, он уже неплохо так работает. Сам по себе нам достался раскачанный. Вот. И, соответственно... Ну, да. Он тут тоже модельер. Внезапно. Давайте посмотрим, что нам можно взять в наш дом, который я буду перестраивать. Ну, я в любом случае хочу взять вот этих пару светильников. Их можно будет перекрасить, поэтому я просто парочку возьму. Также... Ну, это какой-то совсем бабушкин цветочек. Мега-стул. Сколько он тут, скажите, стоит? 900-700... 9700... Слушайте... А, нет. Мы изи не такое брали. Мы изи брали попроще. Типа геймерское. Окей, такой нам не надо. Это сильно крутой. Диван. Что-то совсем покоцанный, по-моему, да? Совсем ты покоцанный? Да. Нет, такой диван мы покупать себе не будем, пожалуй. Вот эти давайте цветочки тоже возьмем. Лотосы. Ну, и... И ладно. Хватит нам. Мне больше ничего остального не нравится. Так что давайте возьмем. Вот. Так что он тут тоже дизайнер-стилист. И он с нами живет. Такой вот худосочненький. Пошел заказывать напиток. Мне что-то Венесса не нравится. Она реально какая-то грустненькая в последнее время. Надо с ней пообщаться. Что-то она прям такая грустняшка. Что-то у нее грустная. Видать, она тоже, если что... Что-то не получилось. Она тоже актриса, и, очевидно, у нее что-то не вяжется. Давайте попробуем рассказать анекдот. Нам надо качать комедию. Что-то это было прям... Прям... Такое. Хо-хо-хо. Если я сильно громко смеюсь микрофон, это норма. Давайте ее завалим анекдотами. Что мы там, злые пакость? Сыграть романтическую сцену за чаевые? С ней? Серьезно? Господи, нет. Давайте с Изи попробуем. А мы можем с Изи романтическую сцену, интересно, сыграть? Гой сюда. У меня срочная... Просто я, конечно, могу и с Венессой сыграть романтическую сцену. Но что-то, мне кажется, люди могут не понять. Особенно те, которые смотрят. Что ты там с комедией? А, все, уже второй на самом деле. Вот она стала игривой. Убиться веником. Обнять. Что-то, со стаканом идешь? Давай играть романтическую сцену? Или мы, интересно, можем с ним вообще играть романтическую сцену? Подожди, вот, сыграть романтическую сцену за чаевые? А что бы не сыграть? Мы вообще такие? Давай сыграем. Я не знаю, будут ли они там целоваться или еще что-то. Может, просто обниматься будут. Но вы в любом случае понимаете, что это все не понарошку. Романтическая справа у них от этого не появится, если что. Бабуся тут такая... Да вы девчонки отжигаете просто. Все, короче, да. Сейчас я вам покажу, как играются романтические сцены. Народ, мы тут сейчас это самое. У Изи даже навыка не было. Господи, срамота-то какая. Это все понарошку. Я надеюсь, нам за это худенник дадут. И на Венесу такая, господи, вошь парит, ребят. Срочно делаем скрыны. Ну, это просто флирт. Хорошая репутация. Знакомясь с другими персонажами, Джунипер имеет возможность начать отношения с более дружественных ноток. Так как теперь ее репутация говорит сама за себя. А Джунипер и Изи теперь хорошие друзья. Вот здесь он так сыграл романтическую сцену и стал их лучшим другом. Такой, знаете, френд-зона forever. Господи, боже мой. Выняшки. Мне кажется, она его хочет укусить. Вам так не кажется? Да, она точно его хочет укусить за палец. Окей, не кусая его полностью. О, боже! Да, классно. Если что, эта сцена романтическая, это все не понарошка. Не бугурти там, в чатике. Но, конечно, смотрится эпично. Больше эпика добавляют рядом стоящие люди. Такие, боже, что они творят? Да можно я это заскринила со всех ракурсов? То, что мне очень дико смешно. Не урони только. Самое главное, не урони. Звезда в шоке. Все, да. Ну, нам ничего не видно. Ну и ладно. Да, вот даже с поцелуем сцена романтическая. У нас ушла такая не... Смотрите на них такие. Ой, вы такие классненькие. Смотрите, вы такие классненькие. То есть, то же самое можно было делать с Венесой, теоретически. И вообще с любым рандомным симом. Смешной разговор. В ударе. Великолепный праздник. Новый хороший друг. Гладкое выступление. Как были прочитаны эти строки? А какой взгляд я сейчас лишусь чувств? А у тебя что? Великолепный праздник. Это так. Новый хороший друг. И хочется развлечений. Мы где-то тут развлекаем, как только могел. Он напоминает Адриану и Маринет. Эти колготки, как у Венесы, только у другого. У него действительно колготки. Глупый вопрос. Глупый вопрос. Но Изи и Джунипер шеперить не собираются. Сейчас я дочитаю. Они просто живут вместе? Пока просто живут. Но я не знаю, почему такой скучный стрим. Почему скучный? Ты что? Вот смотри, какая веселуха была только что. Не, у Изи тоже колготки, по-моему. Джунипер это Джокер в рассетке, похоже. Да. Ну, что стрим скучный, у нас каждый стрим ржачный. Стримы у нас ржачные, не надо. У нас стримы супер-мега-классные. Мы сейчас будем дальше развлекаться. Я только хочу посмотреть, что тут можно купить. И, кстати, а мы можем... Нет, мы можем только чаевые дать. Изич, иди, пожалуйста, не знаю, попой в караоке, что ли. У меня не особо пивун. Иди пока в одиночку по... Это самое, по вой. Просто от пения, понимается, досуга. Нам это надо. Нам вообще надо... А, комедию мы с вами подняли. Что ты продаешь тут? Всякие камни нам не надо. Лампы. Мм, кстати. Лампы, лампы, лампы. Я просто планирую перестраивать им дом. Ладно, лампы мне не нравятся. Все, хорошо. Я планирую им перестраивать дом и... Где она? Что ты тут делаешь? Ты тут со всеми уже ссоришься? Ну ты красавица. Кстати, мы можем теперь... Знаете, что еще делать? Мы можем теперь плакать по требованию. Это тоже актерское действие. Мы теперь можем плакать, типа, такие. Ну вот. Никто не оценил, как мы плачем. Чоня плачет по требованию. Никакие пипетки не нужны. Джумпер всегда может выдавить пару настоящих слез. А, это грусть вызывает. Окей. Потом можно будет разыгрывать сценки и прочее, прочее. Короче, что нам там надо было? Начало в понедельник 12. Комедию мы с вами подняли, да, по-моему? Да, подняли. Хорошо. В принципе, тогда мы на самом деле можем ехать домой. Но мы также можем подзарабатывать денег. Нам надо... Гитара... Давайте мы тут поем на публике. Может, нам денег подкинут? Нам лишними не будут. У нас, конечно, есть. Нам вообще надо вернуться к семье домой, потому что... Это самое... Что у нас там? О, господи, боже мой. Телевизор сегодня посмотреть надо. Сосисочки тут, народ. Кушмейт. Сосисочки. Жалко ему подпевать нельзя. Было бы... Более логично. Что там, Изи, у тебя с этой самой? Ты так классно поешь, что мы даже не слышим, как ты поешь. О, нам, видали? Там бабосики кидают. Это что, ему надо качать, конечно, но... Петь дуэтом. Кантри. Зои. Зои, мальчики. Ладно, год домой, короче. Покачаетесь дома у меня. Вот, мне кажется, когда она поет в караоке, она поет лучше, чем когда она поет. Акапелла, потому что Акапелла у нее невыносимая, честно. Это просто какой-то вой бешеной обезьянки. Какой-то такой, ла-ла-ла. Все, не нервировай мои уши, иди домой. Пожалуйста. Не беси. Вот. Мы никого тут из контрлота не встретим, потому что это отдельный сейв. Это мы тут совершенно точно никого не знаем. Плакаты не хочешь, которые в городе всят собрать? Да у них, я думаю, они будут завешивать стены фотками, поэтому нет, не хочу. Ты же занята. Только приходишь домой, ты же занята. Нам вообще есть, что надо с ручником качать. Он отстает показателем. И я хочу его... Чем обаяние? Вот у него писательство. Вообще не очень. А я просто хочу... Вот. Ты можешь, кстати, взбудораженный от талантища... Кто-то талантливый от природы. Он давно не смотрел себя в зеркало. Ужас какой. Любуйся в зеркало. Тут так умереть можно. Давайте он поп-арт нарисует. Давайте докачаем рисование, потом докачаем... Что-то там еще, еще, что-то там еще. Ты моя красавица. Игривая она. Давай-ка ты... А что ты делаешь? Просматривать веб-страницы. Ну, ты хоть бы с пользой проводила время. Хорошо, иди учиться входить в роль. Что у вас там? Где-то что-то протекло? А. Играть можно. Поиграть. А она тогда еще более игривой станет. Поиграй. Так и быть. Дюа, ты такой красивый. Как это... Мне его все время попугаем хочется. Пусть здесь зафотают звезд из-под тишка, а потом продаете эти фотки. Фотки, походу, можно продавать те, которые мы у них попросили. Автограф сами. Ну, в смысле... Короче, если их просто сфоткать... Кстати, весна, цветочки. Если их просто сфоткать, то я не уверена, что мы что-то с этого получим. А может и получим. Я думаю, может мы дождемся церемонии и потом прогуляемся по бульвару. Что у нас тут? Студия ПББ. Что такое студия ПББ? Я не знаю. Что-то странное. Что ты рисуешь? О-о-о. Ты у тебя очень пупартный, пупарт. Пупартистый, пупарт просто. А, так, стоп. Может, ты уже докачал рисование? А то что я тебя гоняю? Нет, не докачал. Качай. А ты качай актерское мастерство. Будешь меня потом в сценке разыгрывать. Нам еще комедию тоже можно. А чтобы качать комедию, давайте купим ей микрофон. Его, конечно, можно выиграть во всяких шутках, забавах и прочего. Потому что я смотрю, комедия ей тоже нужна будет в любом случае. И поэтому давайте ей микрофон возьмем. Качать. Не перекачать. Господи, давай тебе в комнату поставим. Так. То, что нам, может быть, даже сейчас имеет смысл больше качать комедию, чем актерское мастерство. Потому что актерское мастерство у него, в принципе, и так уже до четверки почти. Вот иди, рассказывай анекдоты. Все, потом докачаешь. Это рисуй. Сходим на Аллею Славы? Да, сходим вечером. Там днем ловить нечего. Там самый шик вечером. Начинается. Поэтому мы посмотрим по телеку номинацию. И потом, наверное, сходим. Посмотрим там чё как. Потому что днем там тухляк, честно. В этом городе вся интересная штука начинается вечером. И что-то такое... Так. Что ты делаешь? Блокомоди. А, ну это в виде. Тебе надо писать. Это писательство качаешь заодно. Это хорошо. Это ты правильно придумал. Кстати... Социальная сеть. Нави статус. Отстань от зеркала, чувак. Ты... Это самое. Вот, писать. А как он в блог пишет? Карьера... А, вот. Создать руководство стиля. О-о-о. А ну чё как? Давайте мы этот... Жесть вот просто продадим. Ой, мне не нравится. Эти хоть прикольные, тяп-ляп, но там жесть была вообще полная и некрасивая. Вот. Хорошо, значит. Пиши. А что ты... Ты надолго делаешь, кстати? Создать руководство. Ну, мне главное, чтобы ты при этом писательство качал. Или ты не качаешь? Или качаешь? Что-то... Вы видели, как без рук классно пишет? Чувак, ты... Ты чё, мозгами пишешь? И при чём ты при этом писательство не качаешь? А с... Ты... Ты... А, это... Да, он при этом не качает писательство. Господи, как он вообще пишет-то? Мозгом. Серьёзно? Иси-телепат. Вы посмотрите на это. Он даже без рук. Такой, печатаю без рук. Господи. Можно я так буду стримы вести? Такая сяду, и стрим сам идёт, а я такая... А я чё, как бы я ничего не делаю? Иси получает 125 подписчиков. Понятно. Подписчиков он получает. Лучше бы ты деньги получал. Окей. Во сколько в 6 вечера там... Или в 7 вечера программа-то наша? Я всё забываю. Тут написано с 6, но, по-моему, нам вчера по телеку писали, что будет в 7. Так. Пиратский день. Повышение. Смотреть следующую церемонию награждения в 7 вечера в воскресенье, чтобы узнать, удалось ли ей выиграть. Ну, тут чё-то такого ничего вроде нет. Чёрт его знает, как это работает. Может, нам что-нибудь напишут? Куда нам надо смотреть? Зачем и почему? Что пока вроде нет. Кажется. Слава Лея, да. Слава Лея. Чувствую, как будто мы составим вторую кукол в сусе, потому что он много рисует. Для меня дошли слухи, что прямо сейчас на утёсах проходит какая-то безумная вечеринка. Нет, на вечеринку мы не хотим. Это не та вечеринка, и на утёсах... Может, поэтому у Венессы и грустная, что мы вечно с ней никуда не идём, она нас зовёт, а мы не идём. Ина! Слава Лея, да. С программой специально если управляется голосом, о ком за тебя пишут. Точно. Попроси Изи научить, как видео монтировать одновременно и вязать тогда можно. Точно. Такая программа есть, но из-за кортавости она меня не понимает. Печально. Голосовой набор. Кукопа молодела и озвездела. Вы про Изи ли? Про... Так. Что нам по телеку-то надо где смотреть, нет? Как это вообще? В 7 вечера. Вот, 7 вечера. Я вчера рассказывала, что когда я создавала Джунипер, у меня была большая... Я очень боялась. О, третий уровень навыка комедии. Окей. Так и где нам надо смотреть, интересно? Серьёзно. Я тут ничего такого не вижу. Смотреть. Другие каналы. Так, что нам в календаре пишут? Может, нам куда-то отправиться надо? Что вообще происходит? Церемония Старл. Это обычное событие. Студия ПББ. Что за студия ПББ? ПББ там хоть написано? ПББ. Проджект. ПББ. Как бы я понимала. Ну, давайте ещё полчасика подождём. Если у меня ничего не случится, поедем на бульвар. Слава. Может, там что-нибудь... Слава нам подскажет. Потому что, ну, дома они как бы явно ничего не делают. Ходят слухи, что в Изи Фэблиус хорошие друзья. Вам... Ваша популярность растёт. Очевидно, что с вами очень интересно. Пишет нам Венесса. А что у нас, кстати, вот это вот... Ой, нам душ надо. Что-то мы загрязнились. Мне, кстати, интересно. Вот это... А, вот. Нет. Мы всё не можем ничего выбрать. Окей. Требуется знаменитость с тремя звёздами. Понятно. То есть, мы ещё ничего не можем выбрать, но у нас вот это вот зелёненький где-то копится, наверное. Или не копится. Потом вот такая... А, что происходит? Ты кинотелевизор и чё? Крупи... Другой телек? Что, думаете, этот телек плохой и не показывает нужный нам канал? Не, ну, мне, конечно, не вопрос купить новый телек. Я думаю... Деньги у нас вроде как есть. Но я... Что, реально вы думаете, это может зависеть от телевизора? Телевизор, да. Плазму нам. Ну, давайте вот такой что-то маленький, а побольше. А побольше они уже не стоячие, да? 3-400. 3-400 телек. Нет, давайте средники купим. Что-то на 3-400 я пока не готова разориться. Да нет, ну... Не должен на это влиять телек. Господи, боже мой. Смотреть телевизор. Давайте просто посмотрим телевизор. Может, нам что-нибудь скажут. Не надо бить себе микрофон. Вот тут она точно на Джокера похожа с этим. Такая раз-раз и бьет себе по голове просто. Не, ну просто насмотрят детские каналы. Давайте посмотрим новости. Изи там, короче. Поехали, короче, на этот самый, потому что... Я тут ничего не вижу. Нет, не надо ничего поджигать. Даже не думай. Можно еще мировую культуру, конечно, проверить. Короче, по новостям все поджигают. Культуру посмотреть. Проверим всякий случай. Поедем, съездим на бульвар. Может, там что скажут. А может быть, это в принципе имеется в виду, что просто уведомление потом придет. Гуанта открытки делает. Молодец. Изи, мастер телепатии. В мире пони он будет единорогом. Точно. Сделать Селестию певицей, а луну блогером? Не, не думала. Ладно, давайте отправимся, короче, все. У нас Изич опять напряженный. Хватит писать. Поехали. Справится. Я думаю, мы там погуляем чуть-чуть. Короче, если вы что-то поймете по поводу надо нам куда-то ездить, не надо, я не знаю, потому что я не это самое. Давайте мы выберем наверное, коктейль бар, потому что в студии у нас туда не пустят, в музее смысла нам делать нет. Поэтому давайте вот в коктейль бар наш съездим, ясный. Спросим, что там. Я думаю, что если играть за Селестию, то я бы выбрала ей карьеру политики. Там есть политика и различные ветки. Вот. А у луны даже не знаю. Миром правит любовь. Да. Открытки-то хорошо. Короче, обновление новое, поэтому у меня пока тоже, знаете, куча вопросов по нему на самом деле, потому что я пока такая вообще куда жать, что происходит. Где наш тут бульвар? Славы. Подождите. Он где-то вот, вот, где-то тут музей. Вот, вот он бульвар Славы. Вот он бульвар и бульвар Славы. Но тут вроде тоже ничего такого особого не происходит. Можно, конечно, попробовать посетить вот этот лот, но смысла в этом нет. Нас туда не пустят. Вот. А на самом бульваре вроде тоже никакой движухи нету, поэтому что у них с этой номинацией? А это не телевизор, случайно? О, телевизор. Может, мы тут что-то посмотрим? Смотреть канал, смотреть вместе. Же. Стой. Не, ну вот даже на таком огромном телевизоре вроде ничего такого нету. Может быть, это просто как бы такая надпись, а на самом деле она толком ни на что не влияет. Изя такой, зеркало. Я вижу зеркало, я иду к зеркалу. Что там наверху? Туса есть? Нет? У них тухляк такой вечный просто. О, наша звезда. Она его выгнала? Привет, наша местная звезда. Что вы там хотели фотки делать? А мы можем его сфоткать, интересно? Сфотографировать Торн. Давайте попробуем его сфоткать. Интересно, эти фотки будут дороже продаваться? А что ты напряжаешь? А, тебе развлечения не хватает. Бедняг. Не хватает. Ну, вот это, знаете, вот это вот типично умеет зайти когда надо. Просто. Тетя. Я, конечно, понимаю, что мы вас как бы работу немножко лишаем, но эти фотки я продам, если что. Я их себе вешать не буду. И что? Сколько они стоят? Плюс 5 к славе, а по деньгам? Да нет, что-то такое себе. То же самое, что если бы мы стенку фоткали. очевидно, мы не папарацци. Короче, с номинации нас надули. Грубо. И бесчеловечно. Давайте попросим автограф. У нас Изя сейчас на стенку палец. Дайте нам. Не. Кто ты так? Кто ты, а кто я? Фиг тебе, они это самое. а не автограф. У них тут своя премия. Эмми, очевидно. Ну вот просто в студию, где у нас работа проходит, мы отправиться не можем, соответственно. Давайте сейчас он в туалет сходит, мы попробуем посетить соседний лот, но что-то я сомневаюсь, что там лучше движуха. Что-то все плохо. Вот бы Селестию нам в политику, она, скорее всего, отменила бы учебу по субботам. Не, вряд ли. Там же что-то про студию было написано. Понимаете, мы не можем отправиться в саму студию. Вот смотрите. Отправиться. Там написано, что студия, да, но в саму студию мы с вами поехать не можем. Она закрыта для посещения как локация. Мы можем попробовать съездить в более крутой коктейль-бар. Тут наверху только участки жилые, соответственно. Тут у нас внизу тоже жилые участки и вся движуха у нас вот тут в городе. У нас есть музей, спортзал, два коктейль-бара, один попроще, другой по понтове. И парк. Мы можем попробовать вот в соседний съездить. Может, через вкладку в работу посмотреть? Да, хорошо, сейчас посмотрим. Нет, меня в игре создавать не надо. Сегодня проходит ежегодная церемония вручения премии. То есть, все-таки сюда надо было ехать. Да? Сюда надо было ехать? Давайте переоденемся. что-то как-то монета не очень. Наверное, надо было сюда ехать все-таки. Окей. Наряды, сменить наряд. Ну, давай вот такое. Окей. Так, и что? Нам сюда можно зайти? Вот тут нам, наконец-таки, написали. Ежегодная церемония вручения. установить сейчас с тремя звездами. Давайте задай мне первый звезд, этому не зайдем. Окей. Что тут прям звезды звездные проявляются. Давайте попросим Ванессу тоже переодеться. Другие варианты. Можем тоже с ней сыграть романтическую сцену, конечно. Давайте давай для вечеринки что ли. Наряд свой покажи нам. Изя у нас не так представительно выглядит. Окейушки. Ну, ладно. Туфли у меня тоже такие. Так, ну и мы можем, очевидно, зайти сюда. Не знаю. Иди сюда вместе. Сейчас разберемся, что тут надо, что делать. Так, мне попросили вкладку карьеры посмотреть. А, кстати, устройство уличное выступление мы сделали. За работу сделать на съемках. Нет, тут нам ничего не просят. Тут только про завтрашнее прослушивание нам напоминают. Так что, ну, вроде нужный лот хотя бы приехали. Уж я не знаю. Может на втором этаже что? Красный ковер. Класс. А дорожка? Нет, только ковер красный. У вас тут даже телека, по-моему, нет. Или есть? Есть зеркало. кто-то что-то выигрывает, кто-то что-то проигрывает. Вот Брита Ничего например, что-то выиграла. И не просто что, а премию старлайт. А кто такая Брита Ничего? Изуми А кто такая Брита Ничего? Вот она Брит Ничего. Ну, да, мы пока до Брита Ничего еще не доросли. Поэтому мы так сбоку припеку. То есть, чтобы поприсутствовать на премии, надо приезжать сюда. И что, ты нам сейчас теперь скажешь, какая-то классная... Тетка такая... Короче, да, все, понятно. Если нас номинируют на премию, мы должны ехать сюда и смотреть, кому что выиграют. Кому что? Например, Брита Ничего. Мы хоть разобрались. Окей. Естественно, что вряд ли бы мы с первого раза что-то выиграли, но я рада, чтобы мы хотя бы разобрались, куда надо ехать и что надо делать. Ну, просто приехать сюда. посмотреть. Гляньте, гляньте, она Венеса такая, сразу подкатывает, а? Давайте мы попробуем с ней пообщаться. Давайте. Почтим сделать снимок. Что, она тебя разрешила, нет? Разрешила на фоне звезды погреться в лучах обаяния. Давайте попросим автограф, хотя, вряд ли она нам удаст, конечно же. Изи, такой я тоже красивый. Изи красивый, Изи хороший. Ну, окей, ладно, разобрались с этими премиями. О, слушайте, прям тут все в вечерних нарядах такие. короче, тут можно знакомиться со всякими тетями, дядями. Да попросите у нее уже автограф. На этой ноте цеременное награждение завершается. Поздравляем всех победителей. До скорых встреч. Наградили только че. И все, нас не наградили. Давайте попросим обнять. А это кто у нас? Холли. Ну, хоть обнимашки нам будут. Да. Ура! Обнимашки! Ну, ладно. Все, пошли домой, короче. Премия закончилась. Ну, выход. Изич тут уже с кем-то зазнакомился. Болтать. Обнимашки! Куда она сама пошла? Слушать романтическую музыку, барышня? Вы у меня прям романтики не в себе. Что-то они тут зацепились прям. А, это вот типа зал прям такой для вручения премии. Ну-ну. Все, по домам, короче, 2340. Гуляли и хватит. На бульваре. Но мне нравится, что можно самостоятельно менять уровень доступа. Это вот, конечно... А вот люди стоят, которые зайти не могут, потому что они не звезды. Это забавно достаточно. чё, через плечо, да. Коктейль-бар называется студия. А-а-а, это он так называется. Семён, Семёныч, слушайте, спасибо. Я ж невнимательная вообще. Спасибо, Энмари. Я поняла, это студия, это коктейль-бар этот называется. Ясно. Я ещё, у лотов же название. Слушайте, я тупой вообще просто. Вот спор. Спасу нету. Самое начало. Играть в 70 в течение 5 часов. Ну-ну. Of course. Самое начало. Ну чё, кто первый в душ, того и тапки. Да как ты впервые его успеваешь за компьютер сесть? Вот вы знаете, я не знаю. Давайте на социальной сети сделаешь профиль в социальной сети, пока ты за ним всё равно сидишь и ничего что не делаешь. Кстати, можно жертвовать на благотворительность и не получать за тачки славы от смысл. Я, конечно, шучу, но давайте обновим статус в социальной сети. Хорошо. В общем, мы сегодня опять ни черта не сделали, но хотя бы разобрались со славой. Точнее, с премией. У нас Изич жутко в дискомфорте. Вообще, он кушать хочет. Я думаю, что мы... Так, у него работа завтра есть? или выходной? До работы. Понедельник. А ему... А, понедельник. А, у него ещё завтра выходной. Отлично. То есть, можно ещё завтра покачать что там, писательство и прочее. Немного везения и правильно рассчитанное время. И что там, сколько подписчиков? 68, 20 подписчиков. Окей. Уже спать легла. Ты вообще у меня барышня. Без этих самых. Без комплексов. Ну что, давайте сделаем перерыв. Потом разберёмся со всеми потребностями. И у нас следующее просушивание и так далее и тому подобное. Перерывчик на полтора минутки. Скоро вернусь.